Принять участие в заседании по тем или иным причинам смогли не все депутаты. Поэтому решения о внесении дополнений в устав Красногорского района принято не было. А вот для того, чтобы обсудить и рассмотреть остальные вопросы, необходимый кворум был набран. Заместитель главы района по экономике и финансам Елена Коновалова рассказала о необходимости снизить налоговый коэффициент для тех, кто размещает в районе наружную рекламу. Когда мы в 2013 году принимали решение о повышении этого коэффициента с 0,15 до 0,6, то есть четыре раза, предполагалось, что мы получим дополнительные доходы. Однако этого не произошло, так как предприниматели, рекламораспространители стали переходить на другую систему налогообложения. То есть ушли смененки на упрощенку и так далее. Такое право у них есть. Снижение до 0,2% – экономически эффективное решение, считают в администрации. В 2013 году мы получали по этому виду деятельности единый налог на вмененный доход в размере 6,981,000 получили. То уже в 2014 году 4 миллиона, а вот за истекший период 2015 года всего 120 тысяч. И уменьшение этого коэффициента, на наш взгляд, позволит тоже им принять соответствующее решение и перейти, вернуться обратно на систему налогообложения по единому налогу на вмененный доход. С этим предложением депутаты согласились, как и с необходимостью повышения базовой ставки платы за наем жилых помещений, находящихся в собственности района. Сейчас в ведении муниципалитета порядка 700 квартир. Смысл предлагаемого решения в том, что с нового года повысилась ставка, в смысле повысилась плата за квадратный метр так называемого взноса на капитальный ремонт, который был установлен еще в прошлом году в виде 7,30, а сейчас стало 7,80. А повышать, в смысле принимать решение об изменении базовой ставки за наем мы имеем только раз в год. Вот как раз в год назад мы такое решение приняли. На заседании Борис Рассказов предложил на согласование народным избранникам кандидатуру Михаила Ковалева на должность заместителя главы по архитектуре и градостроительству. 33-летний выпускник первой школы до этого возглавлял Красногорское бюро геоинформационных систем. Предложение главы нашло одобрение у депутатов. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ.